МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, Владимир Владимирович. Приветствую вас, как поживает Иван Теевка. Знаю, что ряд проблем в муниципальной деятельности существует. Прежде всего, это вторая смена. Давайте это обсудим. Транспортные проблемы на блок ЖКХ. Вы очень профессионально и добросовестно начали выполнять обязанности работать в Иван Теевке. Хотелось бы услышать, что удалось сделать и какая нужна помощь и поддержка. Уважаемый Андрей Юрьевич, вы совершенно правильно назвали самые глобальные проблемы города. К большому сожалению, город находится на самом последнем месте по второй смене. У нас сейчас для этого разработана дорожная карта. Министерство образования эту карту утвердило. И в соответствии с этой картой уже в этом году мы приступаем к строительству школы на улице Богданово, на 825 мест. Возлагая на это очень большие надежды по программе правительства Московской области образования. Школа запланирована строительство на 2017-2018 года. И мы надеемся, что в сентябре 2018 года в нее пойдут уже наши дети. Но эту проблему не решает. И кроме этого, также в программу «Подмосковья» внесена вторая школа на студенческом. Данная школа очень большая, на 1100 мест. Она уже... Тоже новая школа. Тоже новая школа, да, на месте. Участок у нас уже под это сформирован. И в соответствии с планом мы должны в 2017 году разработать проектную документацию. И строительство запланировано на 2018-2019 года. Кроме того, также в программе «Подмосковья» запланировано строительство пристройки к 7-й школе. Также разработывается уже проектная документация в 2017 году. И в последующих годах мы начинаем ее строительство. С учетом этого, с учетом всех этих мероприятий, вторую смену мы сумеем преодолеть и из этой красной зоны, которая для нас очень позорная, мы выйдем. Скажите, пожалуйста, Леонидовна, места, которые вы подобрали для новых школ, они удобны для детей? Они в безопасном месте? Они в доступности от места проживания? Уважаемый Андрей Юрьевич, места мы подбирали с учетом необходимости именно в этом районе очередников. То есть у нас город... То есть это там, где самая большая очередь? Да. Мы подбирали места именно так, с учетом ограниченности территории Вантеевки. Вместе с тем, именно эти территории зарезервированы. К большому сожалению, генплан в городе до настоящего времени разрабатывается сейчас будет 3 лет. Уже на стадии согласования. В связи с этим застройка велась по-разному, так сказать. И вместе с тем эти участки есть, они будут удобны для жителей, и они будут отвечать потребностям. Я вас прошу подготовить участки для того, чтобы мы вовремя начали строительство школы и закончили. Программа амбициозная. Президент поставил перед нами задачу ликвидировать вторую смену до 2020 года. В Подмосковье по этой программе мы должны построить порядка 240 школ. Это абсолютный рекорд, это очень большое количество средних учебных заведений. И мы начинаем с тех муниципалитетов, где проблема самая чувствительная. Вот в Вантеевке порядка 20% школьников ходят во вторую смену. Это очень много. Что с дорогами у вас? Уважаемый Андрей Юрьевич, с дорогами в настоящее время мы запланировали целый ряд дорог к ремонту. И вместе с тем, с учетом большого жилищного строительства, у нас имеются определенные транспортные проблемы. Если раньше пропускная способность города устраивала ситуацию, то сейчас у нас возникает вопрос, связанный со строительством уже кольцевых развязок. У нас есть территория в городе, очень неудобный перекресток, Хлебозаводская улица и Железнодорожная, где находятся 14 цветофорных объектов. Она крайне неудобная, там неровный перекресток. В данной территории эти дороги было бы очень правильно, и это было бы очень востребовано жителями, если бы там было организовано круговое движение. С учетом этого мы просили совместно с ГУДХ этот вопрос проработать, он находится на стадии проработки. Вместе с тем, в настоящее время в комплексную схему он пока что не попал, вопрос все еще прорабатывается. Вопрос в том, что это центральная улица, это улица, которая как бы вылетная магистраль, и которая действительно собирает большие заторы. Ну и определенную работу в плане дорог мы ведем, разумеется, в плане ремонта, и в качестве безусловного приоритета мы для себя приняли указания по ямочному ремонту, по, соответственно, ямам и по всем доброделам, по всем заявкам в добродел, которые жители направляют на дороги. Я дам все необходимые команды ГУДХ для того, чтобы они на городскую округу Ивантеевка обратили особое внимание и помогли в наиболее острых проблемах.